Аридача, уз автомотор сакциозоликой цемиатой. Суд гейтимонсон обломы муручаттолык. Умда суд маяцисыны ёптыхтаржды. Умда суд маяцисыны ёптыхтаржды. Булар узларны барче горизонтал, вертикал келешвиларны бізге берешсін. Ана ушэндегене біз очо ойтун гэплэш олимс. Шуну уззэ куду турпишкэн, келчагин куду уздэ джентрэ, амасана 45 фоезуні фатклэ. Буза нахуну. Гуд дош ona processed. Идёжн на ёптыхтарж. Бұл біз ойтарым Чығаргам� nellилтэ, Ви few шинаща shove хэптыхтаржа ёпт setting Morgan Xochло жимаат. Куду біз ойтарым like dekat Ohata Xoch pública, біл ogkyo HSлаг Тарфе хэнтэ не болшай. автомобилей в Российской Федерации ниже, чем на внутреннем рынке. У нас было предложение по порядку рассмотрения сегодняшнего судебного заседания. Почему? Потому что на прошлом судебном заседании было удовлетворено наше хадатайство об истребовании документов, послуживших основанием справки антимонопольного комитета от 12 марта. Насколько мы знаем, на прошлом заседании оно было удовлетворено и представителями ответчиков представлены документы. В связи с чем мы просили бы, чтобы они дали пояснение на вопросы, возникшие на прошлом заседании, которые были продемонстрированы. Если они дадут пояснение, после этого зададим вопросы и потом выслушать наши возражения, пояснения по представленным документам. Вы ознакомлены с этим данным документом? Да. Потому что судом было предоставлено возможности для ознакомления данным документом, предоставленным со стороны ответчика. Открытие судебного заседания стороны имеют ознакомство со всеми документами, которые предоставлены сторонам. Так, пожалуйста, у вас что, в вопросе имеется сейчас? Нет, нам без разницы хотели бы послушать их пояснение по поводу тех позиций, которые возникли. А именно какие пояснения, например? Они предоставлены документы? Да. Они по нашему мнению... Можно тогда я выскажусь, если... Пожалуйста, потому что вы ходатайствовали, со стороны ответчика было предоставлено все документы? Да. По вашему ходатайству? Уважаемый председательствующий, хочу отметить то, что предоставленные документы, они не полностью отражают ту картину и опять-таки никак не опровергают те доводы, которые были изложены нами на прошлом судебном заседании и продемонстрированы. В частности, не представлено никаких доказательств о том, что у нас нет, что со стороны УЗА «Автомоторс» не создано рабочих мест. Данных документов мы не нашли. Кроме того, в обосновании ценообразования им представлены скриншоты от сайтов. Хочу обратить ваше внимание, вот в данном случае представлен, опять-таки, из материалов, который мы ознакомились и сняли копии, имеется слайд, скриншот цен на автомобили Равон от официального дилера. От официального дилера это Равон Ру, это наш официальный дилер. Хочу обратить внимание, вот здесь цены указаны на Равон Р2, это Спарк от 646. Это начинается, если по курсу тому перевести на тот, на январь. Насколько я понял, это январская дата стоит, скриншота, 10 419 долларов США. Автомобиль Nexia R3 670 тысяч рублей, что в эквиваленте примерно 10 800 долларов США. Равон Р4 678 тысяч рублей, это эквивалентно 10 900 долларов США. То есть никак, нигде не видно о том, что цена автомобилей в Российской Федерации ниже, чем на внутреннем рынке. Хочу обратить внимание на другой вот скриншот, который представлен здесь, вот, я не знаю, автосалон центральный. Здесь начинается, что Nexia R3 от 383 тысячи 400 рублей, R4 от 395. Но, опять-таки, рядом здесь пометка имеется в кредит. Это обозначает, насколько мы понимаем, что первоначальный вздос составляет 343, а остальные условия и дальше идут кредитования. Аналогичный, аналогичный имеется и на других скриншотах, представленными со стороны ответчика. Самое интересное, еще, я никак не понял вот этот вот скриншот. Кардана. Кардана. Название вот такого черного вида слайд. Скриншот, то есть, здесь указывается о том, что Равон объявил цену хэтчбека R2 автомобиля с автоматом. Будет предлагаться по рекорду низкой цене 389, похоже, здесь плохо видно, что по текущему курсу меньше 5000 долларов США. Им представлено. Но хочу обратить внимание, на дату данной публикации, она датирована 16-м годом. То есть, вы хотите сказать, что цены изменились? Цены, во-первых, мы не знаем, я на данный момент не могу ответить, кто такой Кардана. А эти данные с чьей стороны были предоставлены? Это со стороны анти-монопольного комитета. А им-то кем было предоставлено? Ну, в России кем? Не из вашей стороны? Нет, нет, нет. Ну, факт то, что это цена 16-го года. Потому что в справке здесь указано, что все основания составления данной справки предоставлены со стороны анти-монопольного комитета. Не знаю, не могу сказать. У меня я к этому вопросу тоже потом обращу внимание. Кроме того, хочу обратить внимание на другой скриншот, ну, другой материал, представленный со стороны анти-монопольного комитета, где элементарно сравним, если Веста Кросс, его цена 733 тысячи рублей. От 733 тысяч рублей. В то время как Равон на российском рынке стоит 10 тысяч 930 900 долларов США. Его цена начинается. То есть, сами российские автомобили на российском рынке почему-то, и как мы поняли, они стоят дороже, чем наши автомобили там. Понятно. А ваши доводы? Представлено решение анти-монопольного комитета от 3 мая 2019 года, где они признают это нарушением анти-монопольного законодательства и обязуют УЗАФТО МОТОРС устранить данные нарушения. Опять-таки, хочу обратить ваше внимание, вот там же в материалах дела им представлена справка анти-монопольного комитета УЗАФТО МОТОРС, в то время ДЖМ Узбекистан, от 8 апреля 2019 года. К нему прилагается вот этот справочный материал, где говорится о том, что на автомобиле НЕКСВЕР-3 в количестве 6,5 тысяч единиц данный факт имел место. И оно устранено? Хочу обратить ваше внимание, что на эту дату, по состоянию на 31 марта 2019 года, из 6,5 тысяч автомобилей этот дефект устранен у 6,037 автомобилей. То есть более чем на 90% этот вопрос решен. Так, я ознакомился с данным материалом, и там сказано, что 63 осталось всего лишь, не устранено. Да, да, да. Этот суд дает свою, естественно... Еще я хочу обратить внимание, что анти-монопольный комитет говорит, что это было по их инициативе, поэтому... Но на момент издания решения, 3 мая, то есть хочу отметить и для прессы, и для суда, что это уже было известно и устранено более чем на 90%. Поэтому, почему эти заслуги анти-монопольный комитет присваиваются как заслугу своей деятельности, нам это непонятно. Дальше следующее, что хотел бы отметить. Анти-монопольным комитетом представлено вот такое письмо от 10 декабря 2019 года, номер 13-04-25-28-14, где по вашему запросу представляются материалы. Но я почему-то не понял, здесь вот в нашей последовательности были вот эти вот материалы, как и дорожная карта, какие-то аналитические таблицы, копии из бизнес-плана. То, что вот представлено было, копии из бизнес-плана. Хочу обратить внимание сюда, то, что на самом деле мы затребовали в автопроме, что именно было адресовано данным документом анти-монопольный комитет. Вот, заверенной копией канцелярии данного автопрома. Здесь имеется всего лишь две аналитические таблицы. Касательно анализ ценовой конкурентоспособности крупных производственных предприятий АУЗов Ксануат. Вот. Этих таблиц нету. Но за этим сопроводительным письмом стоят много разных документов, разного содержания. То есть, по нашему мнению, антимонопольный комитет или их представители пытались как-то ввести в заблуждение. Почему? Этих документов в деле нету. Хотя за ним следует... Именно к нему были приложены эти сведения. А вы можете представить? Обязательно мы сейчас представим, да. Еще здесь хочу обратить внимание, что действительно, со стороны АУЗов Ксануат предоставляли сведения о ценах на экспортных рынках. Вот. Она выделена здесь. Это опять-таки... Если письмо от декабря 2019 года, здесь пишется, что R4 цена от 10 тысяч до 11 тысяч долларов США на российском рынке. На рынке Казахстана от 10 до 12 тысяч долларов. Аналогично по НЕКСе и по Спарку. Ценовая информация официально автопромам предоставлялась. Можете представить? Пока вот эти вот выяснения, которые мы хотели представить. МОНОПОЛИОЕ КАРЩИ КУРАЩ КОМІТАСЫ ВАКИЛИ. МАКОМАТ ИЗОК ВЕРО ОЛАСНУ. МАСКО ПООЛАТЛАГИ. УМАТ. УМАТ. МАКОМАТ. 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 МОНОПОЛИЯ. МАКОМАТ. МАСКОМАТ. МАКОМАТ. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...